Добрый день. Несмотря на официальный отказ США от сотрудничества с Россией по мирному регулированию сирийского конфликта, Российская Федерация продолжает работу по обеспечению процесса национального примирения на территории Сирийской Арабской Республики. Наиболее сложная обстановка сохраняется в районе Алеппо. Недовольные действиями боевиков, жители восточного Алеппо выходят на стихийные акции протеста, которые жестоко подавляются террористами. Так, например, 6 октября в нескольких районах, в том числе Аль-Хулюк, рядом с мечетью Умара, Бин-Хаттаба, жителями были установлены государственные флаги Сирии, а около 40 семей попытались покинуть контролируемую боевиками территорию. По ним был открыт огонь. Три человека было задержано и публично казнено террористами, остальные силы возвращены обратно. На следующий день в районах Эль-Макамад, Эль-Сальхине и Эс-Сукри прошли массовые волнения. Желая освобождения от боевиков, граждане нарисовали сирийские флаги на стенах более 30 зданий. В ходе подавления протестов террористы открыли огонь, в результате чего погибло и ранено более 50 человек. Однако с 8 октября по настоящее время в различных районах Восточного Алепа продолжают подниматься сирийские флаги и проходят митинги с требованиями к боевикам открыть выходы из контролируемых террористами районов. Понеся значительные потери в ходе боев с правительственными войсками и лишенные подкрепления извне, главарей группировки Джабгата Нусра провели принудительную мобилизацию мужского населения, в ходе которой под ружье было поставлено около тысячи человек. Под прикрытием этих необученных людей они попытались прорвать кольцо окружения. Призванная против своей воли молодежь отказывается выполнять задачи и массово дезертирует, подвергаясь репрессиям. Эти действия вызывают протесты у родителей и родственников мобилизованных подростков. Так, 10 октября в районе Бустан-Аль-Баша группа из 20 граждан потребовала от боевиков отпустить молодежь и разрешить им выход из Восточного Алепа. Террористы Джабгата Нусра задержали протестующих и каждого третьего расстреляли. Однако главарей Банформирований продолжают прикрываться необстрелянными бойцами, приступили к новой волне мобилизации в Восточном Алеппо и призывают подростков уже в возрасте 14 лет. Боевики террористических группировок продолжают предпринимать атаки на позиции правительственных войск на севере и юге города с целью прорыва кольца окружения и восстановления путей снабжения вооружением и боеприпасами банформирований, действующих в восточных районах Алеппо. Террористы блокируют доставку гуманитарной помощи для мирного населения. Гуманитарные коридоры для выхода мирного населения заминированы. Продолжаются обстрелы западной части города, в том числе с использованием так называемого адского огня, а это десятки погибших и сотни раненых ежедневно. Ни американские партнеры, ни представители международных организаций так и не активизировали работу с банформированиями внутри Алеппо, по их убеждению и в необходимости покинуть город. Сирийское правительство гарантирует безопасность вооруженным лицам, решившим выйти из восточного Алеппо с личным оружием в другие районы страны по своему выбору. В районе автодороги Костелло открыт коридор для членов банформирований, пожелавших покинуть восточное Алеппо, в том числе с оружием. Кроме того, для свободного прохода мирных граждан в обе стороны определены семь гуманитарных коридоров. Всем жителям, которые хотят покинуть данный район, гарантировали безопасный выход, а также беспрепятственная эвакуация раненых и больных, оказание им необходимой медицинской помощи. Но для этого боевики должны разминировать проходы в районы гуманитарных коридоров, прекратить расстрелы мирных граждан, желающих покинуть восточное Алеппо и не препятствовать свободному перемещению граждан внутри города. Мы по-прежнему готовы всемирно содействовать доставке гуманитарной помощи восточные районы Алеппо, в том числе введению гуманитарных перерывов. Однако требуются гарантии безопасности от банформирований, чтобы избежать повторения атаки на гуманитарный конвой ООН, произошедший 19 сентября. Для уменьшения потерь командиры банформирований размещают свои пункты управления, склады и другие объекты на первых этажах жилых домов. При этом их жильцы продолжают удерживаться в захваченных боевиками зданиях, выступая в роли живого щита. Эти вопиющие факты остаются без внимания западных стран. Они не желают ни фиксировать преступления боевиков, ни реагировать на них. Вместо этого развернута информационная кампания по беспочвенному обвинению Воздушно-космических сил Российской Федерации в неизбирательных бомбардировках гражданских объектов и жилых кварталов города Алеппо. При этом не приводится ни одного факта, ни одного документа. Жаль, что возглавляемая США коалиция с такой же активностью не борется с террористами на территории Сирии и Ирака на протяжении последних двух лет. Хочу подчеркнуть, что российская авиация наносит точечные одиночные удары по заранее выверенным целям вне города Алеппо и вне зон жилой застройки. Мы не бьем по свадьбам и похоронным процессиям. Каждый удар фиксируется бортовыми средствами объективного контроля и беспилотными летательными аппаратами. На экране вы видите поражение командных пунктов, складов вооружения и мест скопления боевиков в отдельно стоящих сооружениях, расположенных в провинциях Идлиб и Алеппо. Как мы уже неоднократно заявляли, российскими вооруженными силами на территории Сирии создана многоуровневая система разведки, обеспечивающая достоверное выявление и поражение целей боевиков, что исключает нанесение ударов по гражданским объектам. Кроме того, нами организовано тесное взаимодействие по обмену информации с командованием сирийских правительственных войск и отрядами народного ополчения. Подробнее остановлюсь на том, как эта информация трансформируется в удары по конкретным целям террористов. Все сведения об объектах ИГИЛ, ЖБГТА-Мусры и примкнувших к ним террористических отрядов проходят поэтапную проверку. Из списка исключаются все цели, расположенные в зонах жилой застройки, а также находящиеся в непосредственной близости от школ, больниц, рынков, мечетей и других социально важных объектов, где может находиться мирное население. При этом анализируются данные, полученные со спутников. В ходе до разведки, с применением авиации, беспилотных летательных аппаратов, радиотехнической и агентурной разведки, наши специалисты окончательно убеждаются в отсутствии угрозы мирным жителям, после чего отдается команда на поражение того или иного объекта. Для осуществления целеуказания по объектам террористов на территории Сирии российскими ВКС широко используются комплексы разведки, управления и связи, например, такие как «Стрелец». Применение модернизированных бомбардировщиков Су-24М совместно с комплексами «Стрелец» позволяет обеспечить практически стопроцентную эффективность нанесения ударов. Использование указанных комплексов позволило нанести серьезный урон бандформированиям террористов в Сирии. На экране вы видите уничтожение бронетехники незаконных вооруженных формирований самолетами ВКС России. Это далеко не мирные жители, у которых нет ни вооружения, ни техники, ни другой бронированной техники. В целом, в результате удара ВКС России на территории Сирии уничтожено порядка 35 тысяч террористов, в том числе более 2700 выходцев из России и стран СНГ, которые планировали развернуть так называемый «джихад» в Российской Федерации. Поддержка российской авиации позволила правительственным войскам и отрядам ополчения освободить 586 населенных пунктов и более 12 тысяч квадратных километров территории. Более того, на сегодняшний день соглашение о примирении подписали 783 населенных пункта, 8 из которых за истевшие сутки. В заключение хочу еще раз вернуться к ситуации вокруг Алеппо. Мы готовы обеспечить безопасный вывод боевиков с оружием, беспрепятственный проход мирных жителей из восточной части Алеппо и обратно, а также доставку туда гуманитарной помощи. В интересах решения этих задач готовы обсуждать любые инициативы и предложения. Спасибо за внимание.